Итак, название этого семинара будет звучать так Восстановление скини Давида В новом поколении есть много откровений Есть откровения о том, что мы будем матерью тысячи церквей У нас есть откровения о том, что у нас будет христианское правительство О том, что пробуждение будет иметь конкретные политические маршруты Мы глубоко верим в то, что праздники поклонения в этом последнем веке Будут самым мощным оружием евангелизма и спасения в последнем пробуждении И одно из серьезнейших откровений Которое является основанием нашего богословия, нашей теологии Это есть учение о восстановлении скини Давида Мы глубоко верим, что последнее сражение Между силами Божьими, между Царством Божьим и силами тьмы Эта битва разыграется на сцене Между поклонниками Именно поклонение определит будущность победителей Кому поклоняется страна, тот и определит ее перспективу И сегодня, друзья, вопрос поклонения стоит одним из самых важнейших вопросов современности И восстановление скини Давида Это есть одно из серьезнейших и глубоких откровений нового поколения И сегодня мы хотим познакомиться с этим откровением Я думаю, оно обогатит нас Итак, Деяния апостолов 12 глава 15 глава, 14 и 17 стих После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал Мужи и братья, послушайте меня Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников Чтобы составить из них народ во имя свое И с этим согласны слова пророков Как написано Потом обращусь И воссоздам скинию Давида, падшую И то, что в ней разрушено Воссоздам и исправлю ее Чтобы взыскали Господа прочие человеки И все народы Между которыми возвестится имя мое Говорит Господь Творящий все сие Ведомы Богу от вечности Все дела его Итак, восстановление скини Давида Сам Бог обещал Что по прошествии определенного времени Бог будет реставрировать скинию Давида И все, что в ней разрушено Уничтожено Бог все это восстановит Для какой цели Бог восстанавливает скинию Давида Здесь записано Чтобы взыскали Господа прочие человеки И все народы Между которыми возвестится имя мое Говорит Господь Восстанавливается скиния Давида Для того, чтобы взыскали Господа Прочие люди Которые не принадлежат Израилю Которые не принадлежат евреям То есть речь идет о спасении всего языческого мира В котором будет возвещаться Слово Божье Здесь может возникнуть множество вопросов И речь идет об евангелизации мира О проповеди Евангелия Может быть речь идет О экуменическом движении Где разные народы Разные конфессии Они соединятся вместе Друзья мои Не исключено Что в этом большом процессе Будет происходить параллельно Множество других процессов Но Речь идет о владычестве Нашего Господа Иисуса Христа Скиния Давида Имеет непосредственное отношение К новому мировому порядку Скиния Давида Имеет непосредственное отношение К владычеству Господа нашего Иисуса Христа Не только в Израиле Но и в каждом народе В котором будет возвещаться Слово Божье Благодаря скинии Давида Люди будут искать Господа И вот это загадочное Загадочное явление Скиния Давида Что это такое? Отчасти Этот термин Может ассоциировать В нашем сознании С музыкальным служением С ослужением поклонения С танцами Может быть с древней еврейской культурой Но видите ли Что века идут за веками Эпохи сменяют эпоху И остается что-то одно важное То, что не меняется Остается одно то важное Что не подлежит переменам Это царство Божье Это авторитет нашего Господа Это десять заповедей И это власть Бога всех богов И я бы хотел, друзья, сегодня Немножко копнуть историю С чего все началось Что такое скиния Давида Какое отношение она имеет К современной жизни Какое отношение скиния Давида Имеет к нашему служению Если она вообще Имеет какое-то отношение Давайте посмотрим Что такое скиния Давида И откроем Первое паралипоменон 16 Первое паралипоменон 16 глава И прочитаем первый стих И принесли ковчег Божий И поставили его среди скинии Которую устроил для него Давид И вознесли Богу всесожжения И мирные жертвы И принесли ковчег Божий И поставили его среди скинии Которую Давид устроил Мы говорим о скинии Давида Скиния Давида Была устроена Только для одной цели Для того, чтобы Сердцевиной этой скинии Был Божий ковчег Главным и центральным элементом Я бы сказал даже Огненной сердцевиной Скинии Давида Являются не музыкальные инструменты Не профессионалы и провещеватели Скиния Давида Это инфраструктура Божьей власти Скиния Давида Скиния Давида Обслуживала ковчег Божий Если нет ковчега Служение в скинии Давида Теряет всякий смысл Первичен ковчег Вторичны Все остальные служения В том числе и поклонения И прославления И Принесли ковчег Божий Давайте сейчас Постараемся Познакомиться Что такое ковчег Божий И я думаю Что Когда нам станет понятно Что есть ковчег Божий Тогда мы с вами До конца поймем Что есть скиния Давида Когда еще не было Давида Ковчег Божий уже был Давид еще не родился Давид еще не научился Играть, петь и поклоняться А что-то еще уже существовало Ковчег Божий Запишите Ковчег Это есть огненная сердцевина Это есть как раз пульс Скинии Давида Благодаря ковчегу Божьему Возникла скиния Давида И чтобы разобраться Что есть ковчег Божий Давайте пойдем В самое начало Что такое ковчег Впервые слово ковчег Встречается в книге Бытие Откроем Бытие 6.14 И сказал Бог Ною Конец всякой плоти пришел Перед лицо мое Ибо земля наполнилась От них злодеяниями И вот я истреблю их с земли Сделай себе ковчег Из дерева гофер Отделение сделай в ковчеге Я смоли его смолою Внутри и снаружи И дальше Господь дал Чертеж и образец Цифры План Сколько метров Ширина Сколько метров Длина Итак Впервые В Библии Слово ковчег Встречается в тот момент Когда весь мир Подлежал истреблению Когда всякая плоть Извратила путь свой И когда Господь Раскаялся В том что он сотворил Человека Но Ной обрел благодать И Богу Этот человек Понравился Бог никогда не будет Истреблять Праведного С нечестивым Поэтому Он дает шанс Праведнику Спастись Ковчег Это средство Спасения Одна из Дефиниций Что такое Ковчег Для чего Бог поручил Ною Построить Ковчег Он говорит Построй Ковчег Себе Все что мы Строим По Божьей воле По слову Божьему Будет нас спасать Ковчег Это средство Нашего Спасения Мы не сможем Себя Спасти Мы можем Только Повинуясь Богу Построить Ковчег И этот Ковчег Нас спасет Причем Когда Ной Строил Ковчег Над ним Все смеялись И всякий Раз Когда ты будешь Строить Ковчег Над тобой Будут все Смеяться Но смеется Тот Кто смеется Последний Я восстановлю Скиню Давида Для чего? Чтобы прочие люди Взыскали Господа Речь идет о спасении О спасении Народов В этот Ковчег Люди Бежали Но Двери Были Закрыты И в этом Ковчеге Был спасен Ной Его семейство Это был Ковчег Древний Может быть Все туда бы не поместились Но я точно знаю Что ковчег Который Бог Хочет Строить В последнее время Он вместит Все народы Итак Первая дефиниция Ковчег Это средство Это средство Спасения Когда все погибали Когда все Кричали Сходили с ума Ной Вошел в ковчег Вся семья Вошла в ковчег И Всех Кого они вели Дверь закрылась И они Были Спасены Итак Вопрос Спасения И безопасности Ковчег Это Условия И средства Спасения И Безопасности Дальше Следующее место Мы открываем Исход Двадцать пять Исход Двадцать пять И сказал Господь Моисею Говоря Скажи Сынам Израилевым Чтобы они Сделали мне Приношение От всякого Человека У которого Будет усердие Принимайте Приношение Мне И Перечисляется Драгоценный Металл Серебро Золото Пурпур Весон И так далее Восьмой И устроят Они мне Святилище И буду Обитать Посреди Них Все Как я Показываю тебе И образец Кинии И образец Всех сосудов Его Так и сделайте Вообще Ситуация Очень напоминает Беседу Бога С Ноем Когда он Пришел К нему И говорит Мир Расклился Но я Хочу Чтобы Ты Как праведный Ной Был спасен В данном Случае Израильский Народ Движется Между Обреченными Народами Которых Бог Будет Уничтожать И Бог Приходит К Моисею Говорит Я хочу Чтобы Вы были Защищены Чтобы Вы были В полной Безопасности Каким Образом Мы можем Обеспечить Свое спасение И свою Безопасность Постройте Ковчег Давайте Прочитаем И устроят Они мне Святилище И буду обитать Среди них Все Как я Показываю тебе И образец Кинии И образец Всех сосудов Так и сделайте Десятый Сделайте Ковчег Из дерева Сетим И длина Его будет Такой-то Такой-то И так далее Читаем Шестнадцатый И положи В ковчег Откровение Которое Я Дам Тебе И Двадцать первый Двадцать второй И положи Крышку На ковчег Сверху В ковчег Положи Откровение Которое Я дам Тебе Там Я буду Открываться Тебе И говорить С тобою Над крышкой Посреди Двух Херувимов Которые Над ковчегом Откровения О всем Что не буду Заповедовать Через тебя Сынам Израилевым Бог Хорошее Пожертвования Золото Серебро И так далее И я хочу Обитать Посреди Вас У Бога Есть желание Обитать Не только На небе У Бога Есть огромное Желание Обитать Среди Народа Своего Причем Это не просто Абстракция Он говорит Я хочу Чтобы у меня Было Светилище Я хочу Чтобы у меня Было Светилище Я хочу Чтобы у меня Было Конкретное Место Проще говоря Штаб Квартира Еще проще Говоря Офис Я хочу Иметь Свой Офис Свою Штаб Квартиру А что Господь Для этого Нужно сделать Сделай Ковчег Ковчег Будет Средством Вашего Спасения Потому что В этом Ковчеге Будет Мое Откровение Что Такое Ковчег Это Средство Спасения И Безопасности Раз Что Такое Ковчег Ковчег Это Место Божьего Присутствия Два Ковчег Это Сосредоточие Божьих Откровений Это Три Ковчег Это Место Где Бог Обещал Встречаться С Человеком И Открывать Ему Свою Волю А Если Бог Руководит Человеком Он Непобедим Его Никто Не Одурачит Ни Одно Оружие Сделанное Против Нем Не Будет Успешно Потому Что Сам Бог Все Предусмотрит Если Господь Будет Для Тебя Прибежищем Не Убоишься Ужасов В ночи И Стрелы Летящие Днем За то Что Ты Избрал Господа Своим Прибежищем Не Приключится Тебе Никакое Зло Ковчег С С Все é Начинается Я Точно Знаю Что Бог Хочет Обитать В Новом поколении Я Точно Знаю Что Бог Хочет Обитать В Риге Я Точно Знаю Что Бог Хочет Обитать В Латвии Он Хочет Кому Т Открываться Он Хочет С Кем То Беседовать Он Хочет Хочет Кому То Излагать Вolю С С Ковчег Построй мне ковчег. Слово в слово. То, что Бог говорил Ною, Он сказал Моисею. Окей, там другой материал, здесь какой-то другой. Суть одна. Ты хочешь спастись? Ты хочешь, чтобы народ был спасен? Ты хочешь, чтобы безопасность была? Да. Ковчег. Нужен ковчег. Только это не просто ящик, который я состругал и сам себе построил. Ковчег – это то, что сам Бог. Изобрел. Это то, что Он тебе поручил и сказал, сделай вот размер. И повторяю, что такое ковчег – это место, с которого Бог руководит своим народом. Это центр управления. Если хотите, это диспетчерская. Если хотите, это главный штурвал большого корабля. Ковчег – это капитанский мостик. Ковчег. Именно вокруг ковчега вращалась вся история израильского народа. Именно с ковчегом были связаны самые драматические и самые торжественные моменты истории Израиля. Именно ковчег определял будущность этого народа. Ковчег. Давайте посмотрим дальше. Они построят мне святилище, и буду обитать посреди них. Ковчег – это святилище. И дальше. Святилище – это место Божьего присутствия. Дальше. Поскольку Бог бодрствует над Словом Своим, Бог сказал Моисею, положи в ковчег откровение, которое я дал тебе. Если бы можно было заглянуть под крышку этого ковчега, что там можно было увидеть? Ты бы увидел Слово Божие. Слышите? Поклонение и прославление обслуживает Божьи откровения. Именно вокруг этого ковчега, где были Божьи откровения, Божье присутствие, Божий диалог, Божье управление, Его владычество, именно прославление и поклонение – это инфраструктура Божьего владычества. Когда Бог открывается, когда Бог излагает волю Свою, когда Бог говорит, мы двигаемся туда, тогда все левиты и поклонники, они говорят, да будет воля Твоя! Я хочу поразить врагов, да будет воля Твоя! Мы обслуживаем Божье управление. Мы, как левиты, обслуживаем рычаги Божьего правления. Мы, как левиты, обеспечиваем бразды правления нашему Господу. Другими словами, мы защищаем ковчег Божий. Чуть позже мы с вами, просто с вами познакомимся, что оказывается ковчег можно похитить. И когда Израиль оставался без ковчега, он находился в глубоком проклятии и плену. На чьи плечи Бог возложил ответственность защищать ковчег? На плечи левитов, на плечи Божьих поклонников. Мы должны знать, что мы защищаем. Мы должны знать, вокруг чего вращается наше служение, чему посвящено наше искусство и творчество. Спасению безопасности, Божьему присутствию, Божьим откровением, Божьему владычеству. Вот центр нашего служения. Исход сороковая глава. Давайте откроем. Исход сороковая глава. Бог поручил, и Моисей построил в точности этот ковчег. Бог в точности, Моисей в точности исполнил все, что Бог поручил ему. Читаем сначала. И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц поставь скинью собрание и поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою. Обратите внимание, это последняя глава книги Исход. И в этой последней главе подводятся итоги того, что уже было сделано. И среди всех остальных заданий, больших и малых, было одно важнейшее, ковчег. И Господь говорит, поставь ковчег в скинью. Запомните, если речь идет о скине, значит, обязательно там ковчег. Там, где ковчег, там и есть скиния. Скиния – это было специальное помещение, построенное для ковчега. Прославление – это скиния, которая построена только для того, чтобы в центре был ковчег. Повторяю, Божье управление, Божья сила, Божья власть, Божье откровение. И вот поставили ковчег. Перечисляется все, что было сделано. И смотрите, читаем, с 31. И омывали из него Моисей Арон и сыны его руки, свои ноги. И когда они входили в скинью собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. Обслуживать ковчег, участвовать в скине – это была высочайшая привилегия, которую доверяли не всем подряд. И они должны были омывать и руки, и ноги. Потому что приходить в присутствие Божье должен человек с чистым сердцем, с чистым разумением, с чистыми руками. Сердце чистое, Господи, сотвори во мне. Потому что тот, кто имеет чистое сердце, тот может Бога видеть. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы, в путешествие свое. Если же не поднималось облако, то они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью. В ней перед глазами всего народа Израилева во все путешествия их. И первая глава, первый стих книги Левит. «И возвал Господь к Моисею, и сказал ему из скинии собрания, говоря, объяви сынам Израилевым». Итак, для чего Господь поручил Моисею построить ковчег? Для того, чтобы окружающие народы могли видеть очевидно, что этот народ особенный, потому что сверхъестественный Бог посредством огненного столба и облачного столба управлял этим народом. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И вот этот столб облачный, или вот слава Господня, она зависала над одним конкретным местом. Что же это было за место? Это был ковчег, это была скиния, это была святая святых, где Бог встречался с главным священником, Моисея, и говорил ему, что делать, а чего нельзя делать. Пока Моисей был во главе израильского народа, это была скиния Моисея. Скиния Моисея. Для чего нужен был ковчег? Ковчег – это средство спасения. Наше спасение в имени Господа, Иисуса Христа. Наше спасение в откровениях, которые Бог дает нам. Наше спасение в присутствии Божьем. И когда мы держим это откровение, когда мы входим в Божье присутствие, и когда мы поклоняемся Ему, прославляя Его великое имя, то Бог прославляющих прославляет. Число 10. Давайте посмотрим число 10. Другими словами, Бог желает построить свою штаб-квартиру. Ковчег – это Его центр управления. Это Его главный капитанский мостик, с которого Он управляет судьбою всего народа. Посмотрите. Десятая глава. Книга «Чисел». Прочитаем с 32 стиха. «Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». Моисей беседует с одним родственником. Но на самом деле, я прочитаю этот стих, потом мы пойдем на перерыв. «И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути. шел народ, и в первой, в первом эшелоне священники, которые были привилегированы от всех других священников, они несли ковчег. Это была самая великая святыня, это была самая великая реликвия израильского народа. «Ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться, и облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из Стана». Сам Бог чтил этот ковчег. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господь, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господь, к тысячам и тьмам Израилевым». Ковчег говорил о владычестве Господа и о его власти. Встан, вставал «И прежде, чем идти, священники брали ковчег, и Моисей говорил, «Восстань, Господь! И рассеются все враги, и пусть они бегут от лица Твоего, не от нашего лица, а от его лица». Практически это не был просто какой-то ящик. Это священники сознавали ответственность, что они, они носители Божьего присутствия. Они носители Божьих откровений. Они носители великой судьбы, которую Бог дал им через это откровение. И когда заканчивалось путешествие, то Господь, то Моисей говорил, «Господь, возвратись к тысячам и тьмам Израилевым, все водимые Духом Божьим суть цены Божьей». Точка. Вторая глава, Первое Царство. «Сыновья Илья», 12 стих, «были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. И когда кто приносил жертву, отрок священнический приходил, грубил и так далее. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу». И дальше. Илья был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, которые собираются у входа в скинию собрания. А в этой скинии был ковчег. И сказал он, «Для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи о вас от всего народа? Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень, отрок же Самуил более и более приходил в возраст. И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дом у отца твоего, когда они были еще в Египте, и не избрал ли его из всех колен Израилю к себе в священники, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы он воскулял фимиан, чтобы носил ефот передо мною, и не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых, для чего же вы ныне попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне, сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народу моего Израиля? Посему, так говорит Господь, Бог Израиля, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, и бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. А ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца вовек. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои, и вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день, и поставлю себе священника верного, и он будет поступать по сердцу моему, и так далее. Почему я читаю эту историю? Служители скини, служители ковчега несут чрезвычайную великую ответственность за то, чтобы Бог управлял народом, потому что они являются посредниками между Богом и человеком. В данном случае эти люди, сыновья священников, они нарушили завет, они топтались по Божьим святыням, они презирали откровения, они презирали Божье присутствие, они презирали святость, они просто попрали все Божьи святыни и тем самым навлекли на свою голову великое наказание. И посмотрите, что происходит. Читаем 1 царств, 4 глава. 4 глава, 10 стих. И сразились филистимляне и поражены были израильтяне. Давайте начнем чуть раньше, с 5 стиха. Смотрите, все связано с Ковчегом. Когда прибыл Ковчег Завета Господня встан, любая война начиналась с того, что Ковчег несли впереди, потому что они считали, что Ковчег и Бог, это одно и то же. Самое великое оружие было, это когда священники брали Ковчег и говорили, восстань, Господь, и рассеются все враги, и пусть они растают, как воск от огня, так все враги пусть растают от лица твоего. И когда священники чтили Господа, то эта песня восстань, Господь, и рассеются враги твои, она реально действовала. И в данном случае даже филистимляне знали силу Божьей власти и Божьего присутствия. Почему? Потому что когда прибыл Ковчег с завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Люди верили, народ уповал, народ знал, что такое Ковчег, потому что это было откровение. И представляете, какой крик поднялся, что аж стонала земля. Это был вопль, это был, можно сказать, энтузиазм, который достиг врагов. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания встань евреев? И узнали, что Ковчег Господень прибыл встан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним встан. Даже враги знали, там, где Ковчег, там Бог. Если нет Ковчега, нет Бога. Есть эти священные ритуальные предметы. И они были в центре и в военное время, и в мирное время. Когда филистимляне услышали реакцию Израиля на то, что прибыл Ковчег Господень, они устрашились и говорили, это Бог пришел. Это Бог пришел. И теперь нам всем крышка, потому что они эту песню знали. Восстань Господь! Они видели, что это Бог восстал. Они услышали этот крик народа. В крике рождается победа. Доктор Лестер Самрел неоднократно говорил, в крике рождается победа. Если дьявол похитит крик, он похитил твою победу. И вот здесь Израиль верил. Посмотрите, в чем был грех священников? Они предали интересы народа. Народ им верил. Народ жертвовал. Народ уповал на Бога. Народ верил, что ковчег это место Божьей власти и владычества. Но священники лгали. Священники изменяли. Священники грешили. А Бог святой. И Он не будет работать с грешными сотрудниками. И посмотрите, все предпосылки были к победе. Израиль был воодушевлен на победу. Филистимляне дрожали от страха и казалось бы, все, победа предрешена. Но Бог святой и справедлив. Очень горькая история. Читаем. И смотрите, что говорили филистимляне. Бог пришел к ним встан. Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Враги кричат, горе нам, ибо все, мы пропали. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. про Бога Израильского все язычники знали историю наизусть. Когда мы прославляем Бога, когда мы превозносим Его имя, то о нашем Боге заговорят даже наши враги. И скажут, это тот Бог, который творит чудеса, который казни в Египте устраивал, который гомосексуалистов в Латвии остановил, который поднимает праведных и святых людей и уничтожает нечестие. Смотрите, почти филистимляне почти сдались. И смотрите, воодушевление 9 стих, укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении, будьте мужественны и сразитесь с ними. Там были еще крепкие, духовные, харизматические вожди, которые все равно в атмосфере этого ужаса, они все еще ободряли своих. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало израильтян тридцать тысяч пеших. И ковчег, и Божье присутствие, и численное преимущество, и страх врагов, и в то же время позорное поражение. И самое страшное, одиннадцатый читайте, ковчег Божий был взят. Вот самый главный трофей. Если у тебя заберут откровения, если у тебя заберут присутствие Божье, если у тебя заберут Божьи рычаги правления, это почти как лишить тебя зрения, потому что Бог это твое зрение. Это почти лишить тебя слуха, потому что Бог есть наш слух. Это почти как будто отрубить твои ноги, потому что Бог помогает нам ходить. Это почти как того Самсона, которому выкололи глаза, и он стал таким же, как все остальные. Ковчег Божий был взят. Это была самая великая трагедия. Это значит Бог потерял свою силу. Это значит Бог потерял свое владычество. Это значит Израиль превратился в всадника без головы. У них все есть, только нет головы, нет Бога. Ковчег был взят. И враги знали, если мы похитим ковчег, у них не будет откровений. Если мы похитили ковчег, у них не будет управления свыше. они будут бездуховные и материалистические, а мы будем духовны. Ковчег был взят. Вокруг ковчега вращаются все важнейшие события. И смотрите, читаем дальше. И побежал один вениаминитянин с места сражения и пришел в селом в тот же день. Одежда на нем была разодрана и прах на голове его. Когда пришел он, Илий, сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. У каждого священника были глубокие откровения. Ковчег это средство спасения и безопасности. В ковчеге наше спасение. Так как в ковчеге было спасение Ноя, как в ковчеге было спасение Моисея и всего израильского народа. И теперь этот ковчег взят. Значит, взято спасение. Значит, взята безопасность. Сердце Илья дрожало за ковчег, потому что он знал, что стоит за этим словом. Он упал навзничь, и проклятие сработало. Он сломал свой хребет. И сказал тот человек Илью, я пришел из Тана сегодня же и рассказал все это. Офни и Финес умерли, а ковчег Божий взят. И когда упомянул над ковчегом Божьим, Илья упал седалище навзничу ворот, сломал хребет и умер. И там написано, невестка, жена Финесов, была беременна. И когда услышала она о взятии ковчега Божьего, постарайтесь услышать что-то. Люди были просвещены насчет ковчега Божьего. Смотрите, эта невестка, она знала, что такое ковчег. Священник знал, что такое ковчег. Это самое главное, это сердцевина, это гарантия безопасности. Это сам Бог. Враги видели, пришел ковчег, это значит Бог пришел. Великий всемогущий Бог. Бог, вокруг которого люди так славят Его, что земля начинает стонать. Но схема не сработала. Отошла слава от Божья, от Израиля, ибо взят ковчег Божий. 22-й подчеркните. И сказала она, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Когда был взят ковчег Божий, слава Божья отошла от Израиля. Потому что именно над ковчегом слава пребывала. Слава Божья пребывает над откровениями, над послушанием, над святостью и над праведностью. Скорбь, как будто тьма, как будто электричество выключили, как будто все краны перекрыли, как будто все системы отключили, все. Как тело без духа мертво, так и народ без Бога мертв. И посмотрите, как развивались дальше события. Читаем пятую главу. Филистимляне взяли ковчег Божий и принесли его из Авенезера в Азот. И вот филистимляне радуются. Теперь вот, вот их Бог в наших руках. Теперь мы будем этому Богу указывать, что делать, а что не делать. И не понимали они, что у Бога свой разговор и у Него вся власть. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его возле Дагона. Этим самым они хотели показать, что наш Бог, что ваш Бог, все одинаковые Боги. Иногда тот проигрывает, этот выигрывает, иногда тот выигрывает, этот проигрывает. Но на сей раз Богу Израиля не повезло. Один ноль он проиграл. Но запомните, даже если в народе находятся отступники, наш Бог никогда не проигрывает. Он святой и праведный. И он всегда будет победителем, даже без участия этих священников, даже без участия этих всех служителей, которые не смогли остаться Богу верным. Повторяю, без участия людей Бог доказывает свое преимущество. Поставили возле Дагона ковчег, закрыли, сказали все. Теперь это будет наш главный трофей. Побежденный Бог Израиля. Побежденный Бог Израиля. Побежденный Бог Израиля. И может быть они принесли самую великую жертву Дагону. Спасибо тебе Дагон, что ты помог нам победить Бога Израиля. Но Бог ревнитель. Он славы своей никогда и никому не отаст. Наутро потрясающая картина. И встали Азотяне рано на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. Даже если ковчег в плену, там есть помазание. Там есть откровение. И там есть слава Господня. Запомните, если слава Господня отошла от Израиля, слава Господня никогда не отойдет от ковчега. Слава Божия никогда не отойдет от этих откровений. Слава Божия никогда не отойдет от Божьего присутствия. И там, где будет слово, там, где будет откровение, там, где будет послушания, там слава Божья будет всегда пребывать. Без содействия рук человеческих. Это догон. Он упал. И он лежал носом перед Божьим ковчегом. И Бог сказал, нет, перед именем Моим преклонится всякое колено. И все ложные боги исчезнут с лица земли. Бог добьется этого. И они увидели. И взяли они догона и опять поставили его на свое место. Сказал, ты что, братан? Волнуешься? Что с тобой? Взяли, укрепили. Гвоздями заколотили ему ноги, руки, чтобы он не... И встали они поутру на следующий день. Еще хуже. Еще хуже. Догон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним. Голова же догона и обе руки его лежали отсеченные. ангел, наверное, ночью пришел, сказал, ты тупая голова. Отрубили голову, руки, ноги и все отдельно, так, в розницу. И поняли о затяне, что они затеяли опасную игру. Они могли победить людей, но победить Бога это разные вещи. Аминь. Это не побежденный Бог Израиля, а всемогущий Бог Израиля. Закричи Аллюя. Все боги падут перед авторитетом нашего Господа. Посему жрецы Догоновы и все приходящие в капище Догона в азот не ступают на порог Догона до сего дня. Поэтому они даже не здоровятся через порог. Говорят, ну что ты, даже к нам эта пословица перешла. Переходи. Я что, что это, капище Догона, что ли? И смотрите, что дальше? И тяготела рука Господня над азотянами. Повторяю, друзья, повторяю, что если филистимлянам удалось победить израильтян, то есть людей, но победить Бога, это разные вещи. И тяготела рука Господня. Что такое тяготела? Это всем просто было ужасно. Давление, болезни. Посмотрите, что перечисляется, как Бог начал их наказывать. И Он поражал их и наказывал их мучительными наростами в азоте и в окрестностях Его. То есть у всех стали расти какие-то странные наросты. Обычно эти наросты где-то в другом месте растут, а теперь у них на лбу стали вырастать. И все видят, что-то мутация началась, как после Чернобыля. Там нарост, там нарост, здесь нарост, здесь нарост. Что за дела? А Господь говорит, давайте, 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 поиграйтесь еще с моим ковчегом, я с вами поиграюсь. Антидарвинская игра началась. Тот утверждал, что люди из обезьян произошли, а Бог их в обезьян начал превращать. И тяготела рука. Ай! И увидели это затяние и сказали, да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тишка рука его для нас и для Дагона Бога нашего. Ами к Дагону пришли, ну, слушай, беда у нас, и нам тяжко, и тебе тяжко. Вот в чем преимущество нашего Бога, что нашему Богу никогда тяжко не бывает. Он всегда царствует. А затяни поняли, из-за чего это проклятие на их несчастные головы рухнуло. Из-за ковчега. Прикасаются к святыням. Не твое не трогай, не протягивай руки, чтобы не протянуть ноги. И они поняли, что ковчег нужно возвращать. Я вам скажу, что когда против церквей сражалось государство, когда протягивали руки на эти святыни, сам Бог реагировал и сказал, я вам, вы обожжете свои руки. Текил, текил, мене у парсин, если прикоснётесь к сосудам Дома Господнего, я прикоснусь к вашим сосудам. И они лопнут. И что они придумали? И смотрите, а у них такое мышление было. И послали, и собрали всех владителей филистинских, и сказали, что делать нам с этим ковчегом? И сказали, пусть ковчег Бога Израилева перейдёт в Геф. И отпустили. После того, когда отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий. И поразил Господь жителей города от малого до большого. И опять показались наросты. Опять показались наросты. И они стали земляками. С наростами. И там проблемы, и здесь проблемы. И все понимают, что всё это из-за ковчега. Всё это из-за ковчега. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришёл ковчег Божий в Аскалон, и эти Аскалонитяне говорили, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас. И народ наш все шугаться стали. Смотрите, всё равно Бог заставит каждого язычника уважать. Его ковчег, его авторитет, и его великое имя. Даже если люди остаются неверными, Бог защитит свой авторитет и своё великое имя. Аминь. И вот три города, и все в наростах. И послали, и собрали всех владетелей филистинцев, сказали, отошлите этот ковчег Бога Израиля, пусть он вернётся в своё место, чтобы не умертвил он нас, и народа нашего. Ибо смертельный ужас был на всём городе, весьма тяготела рука Божья на нас. И те, которые не умерли, поражены были наростами. Ну вот. Шестая глава. И прибыл ковчег Господень в области филистинские, и пробыл ковчег Господень в области филистинской семь месяцев. И призвали филистинляне жрецов, прорицателей, и сказали, что нам делать с ковчегом Господнем. А можете представить, это вообще как мистика. Ковчег Господень, это был небольшой ящичек такой, с этими херувимами, и там было откровение, и вот этот ящик ужасно вводил на всех. Куда он не приходил, начиналась беда. Одни наросты отпадали, вторые вырастали. Это просто началось какой-то ужас, ужас был. И вот, и они говорили, научите нас, как нам отпустить, то есть колдунов призвали. Ну то есть, это уже поскольку духовные вещи, ну и типа, ребята, вы специалисты, борьба экстрасенсов. Ваши советы. Давайте, помедитируйте, что бы нам придумать здесь? Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, принесите ему жертву повинности. Господи, устами этих ослиц Бог заговорил, и говорит, жертву принесите, и тогда исцелитесь, и узнаете, за что не отступает от вас рука Бога Божья. Те, какую жертву повинности? Те говорят, по числу владетелей филистинских пять наростов золотых. У них вокруг наростов уже вся жизнь складывалась, у них даже уже деньги пошли по форме наростов, на вырост. Я не говорю, давайте пять наростов золотых, и пять мышей золотых, ибо казнь одна была на всех владетелях. Короче, они придумали там какую-то свою языческую такую панихиду, эти ритуальные предметы, и короче, итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, возьмите двух первородивших коров, возьмите восьмой, и возьмите ковчег Господень, поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть идет. Нагребите золото в этот ящик, он этот ящик нас достал уже. Так это не был ящик, ребята, это был ковчег. Ну и вот, они уже как, лишь бы этот ковчег ушел, лишь бы болезни прекратились. Ну и вот, я сокращаю, потому что это вообще интересно все было. и смотрите, колесница же пришла на поле Иисуса Вивсамитянина и остановилась там, и был тут большой камень, раскололи колесницы на дрова, а коров принесли в свисожжение Господу. Хорошо, что это не в Индии. Левиты сняли ковчег Господа и ящик бывший при нем, в котором были золотые вещи, и принесли в тот день всесожжение и так далее. Девятнадцатый И поразил Господь жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. Ну, любопытство не порог, но вот и досталось им. Представляете себе, вот такие приключения были, вот такие приключения были, и теперь давайте открываем первое Паралипоменон 15.3. Первое Паралипоменон 15.3. Скажи, Алексей, что ты эти всякие истории читаешь? Мы медленно подходим к скинии Давида. И мы сейчас с вами поймем смысл скинии Давида, потому что возвращением похищенного ковчега занялся непосредственно президент израильского государства Давид. Вот корни скинии Давида. Вы понимаете? Давид, как никто другой, понимал, что ковчег Божий это сердцевина судьбы израильского народа. И поэтому он начал эту операцию, как возвратить этот ковчег. Первое Паралипоменон 15.3 И дальше тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчег Божий, кроме льявитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. Я сознательно пропускаю несколько глав, почитайте сами и поймете, что это был мучительный, мучительный процесс возвращения этого ковчега. И самая великая заслуга Давида заключалась в том, что то, на чем прокололся и прогорел священник Илий, Давид это все скомпенсировал. Он этот ковчег возвратил на место, которое специально приготовил. Слушайте, что такое скинья Давида? Давид знал, кто такой Бог. Он знал его власть и могущество. Он знал, что такое слава Божья. Он знал, что такое победа во имя Господа. Когда он этому голяву голову снимал, он знал, что такое власть и сила. Поэтому он готовился к тому, чтобы вернуть ковчег на место. И задолго до того, как этот ковчег вернулся в Иерусалим, Давид построил скинью. Вы понимаете? Вот предпосылка. Он ждал ковчег. Он возвращал ковчег. И построил скинью Давида. То есть Давид строил эту скинью для ковчега. По сути, он построил штаб-квартиру своего Господа. И он сказал, Бог, с этого места, с этого места, вот с этого места ты будешь управлять Израилем. А если он будет славнее всякого другого народа, ты будешь управлять всеми народами. Потому что все убоятся и взыщут великого Господа. И посмотрите, он уже насмотрелся на этих левых, на этих грешащих, компромиссных священников, и он потом отделился, сказал, нет, никто не будет прикасаться к этому ковчегу. Мы уже насмотрелись на это безумие. И он самых достойных, самых чистых, самых помазанных отделился, сказал, вы будете нести ковчег. на место, которое я приготовил для него. Двенадцатый. И сказал им, вы, начальники родов левицких, осветитесь сами и братья ваши и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог ваш поразил поразил вас за то, что вы не взыскали его как должно. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих, певцов, с музыкальными орудиями, с псалтырями, цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали голос радования. Представляете, это была не просто какая-то тайная там операция, это был торжественный возврат Ковчега Господнего. Там была огромная армия левитов, певцов, музыкантов. Это был как будто военный парад, где были собраны как разные оркестры, разные хоры, там было так много музыкантов, они говорят, возвращается слава, возвращается утраченная слава Израиля. Ковчег возвращается, это значит Бог возвращается на свое место. Восстань Господь. И все танцевали, и все играли, и все торжествовали, и все понимали, что восстанавливается утраченное достоинство израильского народа. Возвращается слава Израиля, возвращается Ковчег. Ай! И вот смотрите, там играли, перечисляется так много подробно, что смотрите, он перечисляет фамилии и имена. Еман, Асав и Фан играли громко на медных кимвалах. Можете, если просто, это барабан. Что там творилось в Иерусалиме? Я думаю, что Сан-Паул отдыхает. Там творилось такое, что там просто земля не просто стонала, а земля торжествовала и радовалась, потому что слава Божья возвращалась. Этих три парня играли на медных кимвалах. Захария, Азиил, Шамал-Па-Па и многие другие играли на псалтырях тонким голосом. На псалтырях тонким голосом. Это здесь переводом что-то. Наверное, высоким голосом. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. И дальше, короче, трубачи, нормик там, короче, рулил. Короче, 24 стих, они трубили трубами перед ковчегом Божьим. А Овет, Едом и Ехия были преддверниками у ковчега. Представляешь, те играют, литавры, цитры, цимбалы, и возле самого ковчега священники несли ковчег, на трубах играют. Это было торжественное возвращение. И когда, 26, так Давид и старейшины Израиля, и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овет Едомона с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов. Давид был одет в весонную одежду. А также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и хинания начальник музыкантов и певцов. На Давиде был еще и льняной ефот. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труп и кимвалов играя на псалтырях и цитрах. Давид танцевал. Давид говорит, теперь мы будем славнее всех других народов. Если Бог за нас, кто против нас? Слава Израиля возвращается в столицу Израиля. Когда Бог будет за нас, мы будем непобедимой армией. Если Бог будет на нашей стороне, если враги одним путем выступят, семью путями, они разбегутся от нас. Если Бог будет за нас, то все благословения обрушатся на нашу голову и проклятие закончится. Друзья мои, я бы очень хотел, чтобы вы что-то услышали. Музыкальное служение вторично. Ковчег Божий первичен. Его откровение, его присутствие, его власть, его владычество. Самое страшное это дисквалификация священника. Самое страшное это дисквалификация левита. Самое страшное это дисквалификация поклонника. Первый дисквалифицированный поклонник был Люцифер. И почему скинь от Давида рушится? Почему Бог говорит, скинь от Давида я восстановлю и все что в ней разрушено я воссоздам? Кто рушит скинь у Давида? Дисквалифицированные поклонники. Сколько лет потребовалось чтобы Давид вернул ковчег на свое место? Я знаю что дьявол украл этот ковчег сегодня из многих церквей, из многих стран, когда сможет что в Европе творится? Думаю Боже, наступит ли когда-нибудь такой момент, славный момент, когда праздники поклонения они будут символизировать и демонстрировать возвращение утраченной славы. Когда ковчег Божий вернется в Ригу, тогда вся Рига будет только плескать и славить Господа. Когда ковчег Господень вернется в Москву и люди будут поклоняться живому Богу. Когда ковчег Божий вернется в Швецию, ведь там же горело пробуждение, но по причине компромиссов этот ковчег был взят. Что в Англии происходит? Ковчег Божий взят. Я не грозный пророк, я не отвечаю за соседние страны, но я точно знаю, что нас Бог поставил на этой земле защищать ковчег Божий. И восстановление скинии Давида это не что иное, как задача вернуть этот ковчег и сказать место Божьего присутствия здесь. И мы не позволим больше никому украсть этот ковчег. Мы будем святыми, мы будем послушными, мы будем посвященными Богу священниками и не допустим, чтобы этот ковчег был взят. Посмотрите, тысячи музыкантов, тысячи левитов, они торжествовали, и Давид скакал. Что есть силы? Вот, ты скажешь, что такое праздник поклонения? Вот, что такое праздник поклонения. когда ковчег возвращается из Слава Божьей. Когда ковчег завета Господня входил в город Давида, Милхола, дочь Саула, посмотрев в окно и увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижило его в сердце свое. Друзья мои, люди, у которых нет откровения о ковчеге, о скине Давида, о поклонении они склонны уничижать и судить. Потому что душевный человек не принимает то, что от Духа Божья и почитает это безумие. Никогда не суди духовные действия. Никогда не суди тех, кто любит Бога. Никогда не суди тех, кто восхищается Богом и поклоняется Ему. Даже если что-то не вкладывается в твои мозги, не суди, да не судимым будешь. Потому что Милхола была поражена и больше никогда не рожала детей. Бесплодие пришло. Бесплодие придет людям, которые судят возвращение ковчега. Друзья, моя молитва, чтобы мы получили откровение о ковчеге. Если мы поймем, что такое ковчег, мы поймем, что такое скиния Давида. Потому что скиния Давида обслуживала ковчег Божий. Скиния Давида была инфраструктурой Божьего владычества. Поклонники защищают авторитет и власть своего Господа. возвратился ковчег. И мы возвращаемся к тому стиху, с которого мы начали. Первое Параллипоминон 16, первое. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, который устроил для него Давид. И вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил Давид. Давид построил скинию для ковчега. Потому что его желание, его страсть, его молитва была пусть столб облачный продолжает быть над нами. Пусть столб огненный продолжает двигаться с нами. Без тебя мы не можем ничего. Но если ты будешь с нами, мы будем славнее всякого другого народа. Вот так ковчег Божий вернулся в Иерусалим. И этот ковчег был помещен в специальном помещении, которое называлось скиния Давида. Ковчег это место Божьего владычества, место Божьей власти. А служение поклонения и прославления это как раз обслуживающие дары его власти и его владычества. Первое правилопоменон 16 и принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, который устроил для него Давид и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. И когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа. Четвертый. И вы знаете, вся музыкальная активность, вся творческая активность, вся административная активность в плане поклонения прославления началась именно после того, когда ковчег был возвращен. Всякое поклонение теряет смысл, если ковчег взят. Первично слово, первично откровение, первичен Бог. Четвертый. и поставил на службу перед ковчегом Господнем. Почеркните, где производилась организация музыкального служения? Перед ковчегом Господнем. Вот где строится наше поклонение, вот где строится наше прославление, вот чему подчинены все наши дары и все наше творчество. И поставил на службу перед ковчегом Господнем некоторых из левитов. Обратите внимание, некоторых из левитов, потому что слишком много их там было. Поэтому было очень много проблем. И были взяты лучшие из лучших. Для чего? Чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Была специальная служба возле этого ковчега. Ковчег должен быть защищен. Главные бодигарды, главные секьюрити вокруг ковчега Господня это были истинные поклонники, те провещеватели, о которых мы с вами говорим. Люди, которые посвящены Богу. И они должны были перед ковчегом благодарить, славословить и превозносить имя Господне. Этим людям не нужна была толпа. Этим людям не нужны были аплодисменты. Этим людям не нужна была реакция зала. Они знали Бога. Они имели откровение о Скине. Они знали, что такое великий Бог. Это был как двигатель внутреннего сгорания. Они сгорали изнутри, но обеспечивали эту энергию продвижения и развития. И опять одни и те же фамилии встречаются. Асафа главным вторым после него таким-то таким-то им. Читаем пятый шестой. И Ела, который поклонялся Богу с псалтырями и цитрами. И Асафа для игры на кимвалах. И вот представьте себе, вернулся ковчег в этом специальном большом помещении, где на центральном месте, на подиуме стоял ковчег, а вокруг была скинья Давида, что такое храм поклонения. Так вот это и есть скинья Давида, где в середине откровения слова ковчег, а здесь проколняются, славят Бога. Здесь на кимвалах, на цитрах, здесь, на других инструментах, и там было специально назначено службы, то есть стражи. Полчаса эта группа играет, следующих полчаса другая, следующих полчаса следующая. Вы представляете, что сделал Давид? Он устроил нон-стоп 24 часа в сутки, 7 дней в неделю непрерывное поклонение и прославление. Постарайтесь услышать меня. Бог через Давида восстановил служение осеняющего Херувима. Практически Давид восстанавливал вот в этой скинии то служение, которое некогда вел Люцифер. Потому что это был нон-стоп. Он был призван осенять. славословить, превозносить и покрывать славой Божий престол. И скиния Давида она трансформировала или напоминала то служение, которое вел этот Херувим осеняющий. И теперь у Давида были свои ангелы, свои левиты, которые поклонялись, превозносили. Кто играл на трубах, кто на кимвалах, кто на цитрах, Аванею и Азиила священников Давид поставил, чтобы они постоянно трубили перед ковчегом завета Божьего. Представляете, сейчас будем читать места и вы увидите, что слово постоянно, оно встречается очень постоянно, когда речь идет о скинии Давида. То есть, это не было просто раз в неделю, это не было два раза в месяц, это было постоянно. Мы слишком долго жили без ковчега, мы слишком долго были в порабощении, чтобы опять просто проморгать, чтобы очередной раз доиграться, чтобы ковчег был взят. Мы будем защищать ковчег, чтобы его больше никто и никогда не похитил. мы защитим Божью славу, мы защитим Божьи откровения, мы защитим Божье присутствие. Кто защитит? Поклонники. Дай Бог нам услышать что-то. Нет ковчега и всякое поклонение теряет смысл. Ковчег первичен, все остальное вторично. И в тот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его. Давид написал песню. Давид раздал ноты и сказал, а вот это, вот с этого псалма должно начаться первое служение в скине Давида. И он дал этот псалом. И этот псалом вот здесь вот приведен дословно. Славьте Господа. Провозглашайте имя его. Возвещайте в народах дела его. Пойте ему. Бряцайте ему. Поведайте о всех чудесах его. Хвалитесь именем его, святые. Да веселится сердце ищущих Господа. Взащите Господа и силы его. Ищите непрестанно лица его. Вспоминайте чудеса, которые он сотворил. знамения его и суды его и так далее. И эти псалмы, эти словословия, они просто звучали. Они содрогали небо, они содрогали землю. И в скине Давида непрерывно звучало хвала, поклонение, благодарность и превозношение его святого имени. Друзья, это делалось не для людей, это делалось для Господа. Потому что хвала всегда держит открытыми небеса. Хвала и прославление держит открытыми небеса и обеспечивает непрерывное Божье благословение и на народ, и на эту землю. Поэтому Давид обеспечивал непрерывное благословение своей земле. Почему говорим нон-стоп пресс и вошиб? Почему Давид учредил беспрестанное непрерывное служение поклонения? Потому что говорит мне мало два раза в неделю получать от Бога благословение. Я хочу, чтобы Божье благословение с неба лилось рекой каждую секунду. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, ночью, утром, в полдень, когда бы, где бы я ни был, я точно знаю, что небо над моей церковью, небо над моим городом, небо над моей страной, оно открыто в течение двадцати четырех часов в сутки. И каждый день, друзья, поймите, что такое глобальное прославление, глобальное поклонение. Это национальное благословение. Это национальное благословение. И Давид обеспечил, как доминая печь, она не зажигается и не гаснет. Там постоянно коксу и там температура. Постоянно коксу и температура. И вот эту духовную температуру Давид обеспечивал за счет того, что в этой скинии непрерывно прославлялось имя Господне. 37-й стих этой же главы. Давид оставил там перед ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили перед ковчегом постоянно и каждый день. Подчеркните, что Давид оставил перед ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили перед ковчегом постоянно. Слово постоянно. Каждый день. Асаф, псалмы Асафа, музыка Асафа, вероятно, это были особенные дары, которых Бог отметил. Это люди, которые не зависели от общественного мнения, которые зависели от Божьего присутствия. Они были переполнены Божьих откровений. 41. А с ними Емана и Дифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо вовек милость Его. Был назначен Асаф, а вместе с ним Еман и Дифун и прочих избранных. Представляете себе, это была элита. Это были особенные люди, это был спецназ. Избранные. Для чего? Чтобы славить Господа. Это была скиня Давида. И Давид слишком много видел посрамления и позора во святилище. Поэтому он имел дело с избранными, чтобы не повторить тех роковых ошибок, которые уже имели место во время священника Илья и других отступников. И вот которые были назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо вовек милость Его. При них Еман и Дифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же и Дифуна поставил при дверях. Смотрите, вот в этой скине, где был установлен ковчег Божий, было учреждено непрерывное музыкальное служение, прославление и поклонение. Они служили перед Божьим ковчегом. Каждый музыкант сознавал, что когда он входит в эту скинью, смотря на ковчег, он видел Бога, он видел Его святость, он знал все имена Бога, он знал характер Бога, он знал все чудеса Бога, он знал Его верность, Его святость, Его могущество, и поэтому задача этих левитов сводилась к одной главной цели утверждать престол своей хвалою и превозносить его имя. Понимая, что прославляющих меня я прославлю, и это было основание их победы, защищенности и стабильности. Следующее место, это 1-й Паральпоминон 23. 1-й Паральпоминон 23. Пятый стих. И когда Давид видел, что может быть не хватает одних музыкантов, может быть не хватает команд, смотрите, пятый стих. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи. Вдумайтесь только в эти цифры. в Доме Господнем было очень много служителей. Поскольку там не было только два служения в среду и воскресенье, а там каждый день проводилось служение, то служителей было очень много. Смотрите, назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи, песцов же и судей 6 тысяч, 4 тысячи привратников и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые Давид сделал для прославления. Можете представить, 4 тысячи музыкантов. Причем музыканты играли на тех инструментах, которые Давид специально придумал для прославления. Можете представить оркестр 4 тысячи инструментов. Эй! Ты знаешь, что такое скинья Давида? Что такое праздники поклонения? Это когда тысячи музыкантов, тысячи исполнителей, объединяясь вместе, превозносят его великое имя? Я не понял вашей реакции. Я бы чокнулся уже на вашем месте. А вы все еще сидите. Ай! Четыре тысячи музыкантов, которые прославляли Господа. Какой Давид молодец, а! Почему Господь говорит, что я восстановлю скинью Давидову, а не скинью Моисееву? В скине Моисеевой был ковчег, но не было музыкального служения. А чем нравится Богу скинья Давида, что она очень напоминала служение осеняющего Херувима? И Бог давал ему и песни, Бог давал ему и текста, Бог давал ему и еще способность какие-то инструменты придумывать. А поскольку он был музыкант, Давид, когда он побеждал филистимлян, он все музыкальные инструменты этих всех очи-пачи забирал, переделал, колки там перекручивал, другие струны натягивал, а теперь на гевском орудии. Помните? Псалом из уст младенцев и грудных детей. Трю строку на гевском орудии. Голиаф был из Гефа. И когда он победил этого Голиафа, во-первых, он взял его меч, ему голову отрубил, а потом еще пошел там в какой-нибудь храм, забрал гевское оружие и сказал «Из уст младенцев и грудных детей». Ну это же инструмент языческий, а мы его покаяли. Теперь языческие инструменты играют и прославляют нашего Господа! Закричи «Аллилуйя!» Амин! Мы заберем у дьявола все музыкальные стили и жанры, все музыкальные инструменты, все произведения. Оставим один похоронный марш. Вот чего-чего мы никогда не будем исполнять, так это похоронный марш. Единственный случай, когда мы его исполним, когда мы видим, что дьявол умер и засох. Поехали! Скажи, четыре тысячи. Четыре тысячи музыкантов и у всех экзотический инструмент. Я представлю, если мы увидели, то же на чем они играют. Я представлю, если они сейчас увидели, на чем мы играем. Я думаю, они были бы поражены не меньше. Чего если бы мы посмотрели на их инструментарий. Следующее место. Двадцать первое полипоменон двадцать пять. Смотрите. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Дифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтырях и кимвалах и были отчислены они на дело служения. Посмотрите, вот эти фамилии, они постоянно встречаются. Асаф, Еман, и Дифун это были главные руководители музыкальных департаментов. Они были отчислены на одних из первых семинаров. Мы с вами это место уже использовали. Почему? Иисус сказал Самарянке, что наступает время и наступило уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Что такое истинные поклонники? Истинные поклонники от номинальных поклонников отличаются тем же, чем отличаются те, кто способен провещевать на инструментах от тех, которые просто играют на инструментах. Провещевать на инструменте это значит иметь опыт, когда сам Дух Святой приходит и превращает тебя в инструмент, в руках которого еще один инструмент. это когда ты исполняешься Духом Святым. Что такое провещевать? И исполнились они Духа Святого и начали провещевать, как Дух Святой давал им. Что такое провещевать? Это первая способность исполняться Духом Святым. Это раз. И второе под этим помазанием извлекать звуки и говорить все, что Дух Святой дает провещевать. Как вы понимаете, для того, чтобы в этой скинии служили, для того, чтобы служить перед ковчегом Божьим, здесь мало иметь преобразования. Это слишком мало, друзья, быть профессионалом. Необходимо быть духовным человеком. Необходимо слышать Бога. и быть в полной гармонии с тем, как звучит духовный мир. Дальше. Перечисляются, что под руководством Отца своего Едифона, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. Шестой. Все они под руководством Отца своего пели в Доме Господнем с кимвалами, псалтырями, цитрами, в служении в Доме Божьем, по указанию царя Илеосафа и Дефуна и Имана. И было число их с братьями обученными перед, петь перед Господом, всех знающих с Едела двести восемьдесят восемь. И бросили они жребий о череде служения малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И первые жребии выпал для Асафа и для Иосифа и так далее. Несколько уроков. Давид очень хорошо понимал, что однажды старшее поколение уйдет с арены и за ними должны прийти следующее поколение. И поэтому очень часто среди этих избранных священников и левитов, которые должны были служить перед ковчегом Божьим. Давид написано по указанию царя, сам царь руководил этим служением. И он говорил, что вот это очень важный принцип, друзья. Здесь записано так, что и бросили они жребий о череде служения малый наравне с большим и учителя наравне с учениками. То есть представляете это каждое нон-стоп непрекращающее служение прославления череда. То есть жребий бросали. Все эти музыканты и исполнители были разбиты на группы. Сколько их там было? 50 групп? 60 групп? Я не знаю. Ну и по крайней мере их было множество. Каждый имел свое имя, свое название. И был жребий. Кто первый, кто второй, кто третий, кто пятый. И был выбран жребий. И там руководитель этой группы брал, мы под пятым номером, идем пятыми. Кто-то брал, мы идем третьими. Кто-то брал, мы идем двенадцатыми. И каждый готовился. Когда заканчивалась череда поклонения и прославления одних, они заходили свежими силами, и они продолжали поклоняться. Каждый из них, он чувствовал эту серьезную, серьезную, глубокую ответственность. Потому что они следили за градусами, они следили за помазанием, они следили за тем, чтобы Богу нравилось, чтобы эта хвала была угодной Богу. Причем, когда жребий бросали, обратите внимание, малые шли наравне с большими. Профессионалы не отделяли от себя полупрофессионалов и любителей. Они брали вместе, потому что, когда любитель, начинающий, он играет или служит вместе с профессионалами, он повышает свой квалитет. Это очень важная, друзья, педагогика обязательно привлекать, это был как джинсейшн, я не знаю как, но по крайней мере, молодые вовлекались в серьезное служение, чтобы они могли ощущать, чтобы они могли в эту воронку нырять и чувствовать эти градусы. Когда я молюсь за людей, я часто, когда еще мои дети маленькие были, я приглашал, говорю, пойдем молиться вместе за детей, за взрослых. И вы знаете, когда, я понимаю, откуда помазание идет, я знаю, когда даже Саул в сон пророка входил, он и то пророчествовал, так и те малые, которые еще, может быть, не имеют такого большого опыта. Если они вовлекаются в это же облако, они чувствуют ту же силу, надо подсадить. Нам необходимо подсаживать на высокие градусы Божьего присутствия начинающих, молодых, чтобы они знали вкус. Вкус, когда сила приходит, когда помазание приходит, когда сердце тает, когда они впервые начинают пророчествовать. Я вспоминаю, когда первый раз меня пригласили молиться за людей. Это был конференц-директор Рейнхарда Бонки, такой невысокого роста. Я сейчас его имя забыл. И мы собирались на лидерских, на квартире, там, в доме. Он был очень помазанный человек. Он дал нам семинар, и после семинара он начал молиться. Там такая атмосфера была. Я помню, он взял меня за руки и говорит, иди сюда. А теперь молись за этих лидеров. Я никогда в жизни не молился. Это сейчас. А я тогда первый раз возложил руки и увидел, как под моими руками такая сила действует. Люди падают. Я сначала опешил, потому что это было для меня новое. Но мудрые педагоги, мудрые лидеры, они помогают нам перешагнуть эту черту страха, неуверенности и прикоснуться к этим высоким энергиям. И вот здесь Давид был мудрый и говорит, когда вы будете служить, пусть великие наравне с малыми выступают. И пусть учителя выступают вместе с учениками. Это не зазорно. Это не зазорно сыграть вместе. Это не зазорно вместе молиться. Это не зазорно вместе продвигаться в Духе Святом. Амин. И вот в этой скине Давида была уже целая очередь, уже был целый список тех групп, тех певцов, тех музыкантов, и каждый считал за честь просто прославить Господа, получить вот эту череду или вот эту стражу. Я представляю, какие там промолены. Мне кажется, когда туда люди попадали, они уже хорошие были. Потому что там уже атмосфера вся кипела. Представляешь, промоленная атмосфера. Там не надо было прорываться, там просто надо было поддерживать градусы. Там нужно было просто поддерживать градусы. и Давид внимательно следил за тем, чтобы это было служение. И дальше, друзья, второй параллельпоменон, пятая глава, и на этом я буду заканчивать. Представляете, это служение скинии Давида, возвращение ковчега в скинию Давида, это событие произошло уже на закате. Это событие произошло на закате жизни Давида. Представляете, вся жизнь была потрачена, вся жизнь была направлена на то, чтобы утвердить это служение, поклонение и прославление, защищая Божий ковчег. И вот теперь уходит Давид. Представляете, а как, кому доверить это служение? Представляете, служение дело всей жизни. Дело всей жизни. Как легко скинию Давида разрушить. Как трудно ее защищать. И вот уходит Давид, и он передает эстафету Соломону. И он сказал, Соломон, послушай внимательно, я потратил всю свою жизнь для того, чтобы добиться вот такого уровня. Следи за тем, чтобы эта доминная печь не погасла. Следи за тем, чтобы в этой скинии не было негодных и беспорядочных компромиссных людей. Чтобы никто не оскорблял Бога, чтобы Бог был доволен нашим служением. Соломон слушал, внимал, складывал все это в сердце. И когда в руки Соломона перешла власть, когда он стал президентом своей страны, первое его служение, давайте посмотрим второе, Паралипоминон, пятая глава, эстафета, от отца к сыну. От отца к сыну. Второе, Паралипоминон, пятая глава и шестого стиха. Чуть пораньше. И понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Подчеркиваю слово ковчег. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которые невозможно было перечислить. Ковчег был в центре внимания. Ковчег был главной святыней. Ковчег был огненной сердцевиной всех праздников. Потому что это было место Божьего откровения, место Божьего присутствия. Ковчег означает спасение. А наше спасение в имени Господа. И перед ковчегом сам Соломон и весь народ приносили жертвы, 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 которых невозможно было ни посчитать, ни перечислить. И принесли священники ковчег Завета Господня на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов. И теперь ковчег не просто в скине, ковчег находится во святилище, то есть во святое святых храма Соломона. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет сынами Израилевы, по исходе их из Египта. И ничего не было в ковчеге, кроме откровения, кроме скрижалей, на которых сам Бог начертал Конституцию израильского народа. Десять заповедей. Уважаемые левиты, мы должны знать, что мы защищаем. Мы не просто поем песни, мы защищаем Божьи откровения. Мы защищаем десять заповедей. Мы защищаем скрижали, конституция, на которой стоит Божье владычество и Божье управление. В ковчеге ничего другого нет. Не надо захламлять. Не нужно ничего лишнего. Слово Божье откровение. Подчеркните слово, в ковчеге не было ничего, кроме скрижалей. в начале было слово. И какое было слово, такое было и служение. Казалось бы, Давида нет. Про Моисея можно было уже забыть, что такое ковчег. Это преемственность поколений. все, что Бог говорил Моисею, остается актуальным и во время Давида. И все, что было актуальным во время Давида, остается актуальным во время Соломона. Десять заповедей это вечный закон, который будет действовать и даже в вечности. И когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия от делов. И левиты певцы, все они, то есть Асав, Еман и Едифун, опять те же фамилии. Друзья, я знаю, что в последнем пробуждении будут мелькать некоторые фамилии, которые и имена, которые Бог отметит, имена, которые засветятся там, в Божьем Царстве, имена, которые засветятся в преисподней, имена, перед которыми дьявол будет рожать, имена, которые Бог будет чтить. Посмотрите, с каким уважением летопись относится к этим именам Асав, Еман и Едифун. Это были ближайшие соратники, ближайшие помощники Давида, которому он доверял больше всего. И в отличие от Люцифера, они не кинули и не предали Давида. Они остались верными ему до конца. И вот уже Соломон, видите, Давида нет, А Асав, Еман и Дифун, они служат сыну Давида Соломону. Вероятно, это уже старцы, ветераны. Они знают, что такое сила, они знают, что такое помазание. И братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтырями, и с цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, а с ними сто двадцать священников, трубившим трубами. Сто двадцать священников стояли возле жертвенника с трубами и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнило облако. Столб облачный продолжает двигаться над скиней, сопровождая ковчег Божий. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. И в заключение прочитаем еще раз Деяния апостолов 15 глава 14 стих Симон изъяснил как Бог первоначально призрел на язычников чтобы составить из них народ во имя свое и с этим согласно слова пророков как написано потом обращусь и воссоздам скиню Давиду падшую и то что в ней разрушено воссоздам и исправлю ее чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы между которыми возвестится имя мое говорит Господь творящий все сие здесь нет вопроса здесь есть императив здесь есть заявление и здесь есть утверждение Бога Он сказал я восстановлю скиню Давида и я воссоздам то что когда-то происходило в той седой древности я глубоко верю что у Господа не останется бессильным никакое слово я верю что Бог восстановит скиню Давида мы с вами видим потрясающие праздники поклонения тысячи музыкантов огромная армия истинных поклонников знающих его имя которые имеют глубокий жизненный опыт сделают все необходимое чтобы возвратить ковчег Господень во все столичные города своей страны для того чтобы прочие люди среди которых возвестится имя Господне могли взыскать Господа это главная цель чтобы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена давайте закроем глаза и помолимся Господь я благодарю тебя за это слово я благодарю тебя за верность которую ты являешь народу своему мы просим тебя пусть ковчег твой возвратится на место восстань Господь и рассеются враги твои я прошу тебя прикоснись сейчас к тем людям которые находятся здесь я благословляю тех кто смотрит нас в онлайне Дух Святой проговори в наши сердца открой очи сердца нашего к познанию славы Божьей во Христе Иисусе сними с нас всякие позоры позрамления пусть слава вернется в церковь пусть ковчег Божий вернется в церковь пусть придет время истинных поклонников пусть придет время истинных провещевателей восстанови скинию Давида подними тех которые любили бы тебя больше всего на свете пусть наши церкви изменятся пусть слышат тебя великий Бог в лице Иисуса и прочие люди среди которых возвестится имя твое наполнено истинных 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 Господь, утверди Слово Твое в сердцах наших, утверди откровения Твои в наших сердцах, пусть сердца наши превратятся в ковчег Божий, в котором мы пребывали, скрижали Твои, откровения Твои и Слово Твое, Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Амин. Аплодисменты Вы знаете, я думаю, вы со мной согласитесь, что дух наш в этот вечер, он неспокоен, и он тревожный, он волнуется, потому что здесь сегодня звучало слово не для детей, здесь звучало слово для взрослых. И я верю, что всякие игры в церковь, игры в поклонение, прославление, они заканчиваются во имя Иисуса Христа. И вы знаете, все, что сегодня звучало, и... Вы знаете, каждый раз, когда мы говорим восстановление Скини Давидова, пускай в наших мозгах звучит сегодняшний семинар, сегодняшнее слово. Для нас бывает часто абстрактно, мы говорим, Бог восстановит, Бог восстановит, но сегодня звучало настоящее слово, что такое Скини Давидовый, что является сердцем Скини Давидовый. И вы знаете, на нас, как на поклонниках, есть огромная ответственность. Мы защищаем Его славу, авторитет нашего Бога, Его заповеди. И вы знаете, мне понравилось это слово, что ковчег является пульсом в Скини. Давайте с вами будем держать руку на этом пульсе и проверять, есть ли ковчег в Скини, или он уже давно разбит, разбит из скрижали, брошенный в грязь. Пускай каждый из нас, каждый раз, когда выходит на сцену, выходит перед Его великим присутствием, помнит каждое слово, которое сегодня было сказано. Я считаю, что это исторический вечер, с которого Бог начнет созидать и восстанавливать Скини Давидову в Латвии во имя Иисуса Христа. Подари Богу славу. Спасибо, пастор, за это слово. Мы благодарны. И мы обещаем в этот вечер, правда, держать руки, поддерживать руки священнику. Подарите Богу славу. Спасибо, пастор, еще раз. Халлелюя.